Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом исполнился год. Частично договор заработал еще в 2016-м, но полностью вступил в силу только после ратификации документа Нидерландами в прошлом году. Результаты сотрудничества обсуждали в Европарламенте. К какому выводу пришли, знать Елена Абрамович. Доклад об успехах и неудачах годичного сотрудничества между Киевом и Брюсселем подготовил немецкий евродепутат Михаэль Галер. Начал с позитива. Децентрализации, мед и образовательной реформах. А вот борьба с коррупцией велась не так быстро, как бы хотелось, заметил докладчик. Более того, в следующем году Украину ждут выборы. И это, побаиваться в Брюсселе, может негативно повлиять на имплементацию соглашения об ассоциации. Мы видим, что энтузиазм четырехлетней давности значительно уменьшился из-за продолжающейся коррупции и повседневных трудностей жизни в Украине. Реформы пока не оказали положительного влияния на повседневную жизнь людей. Вспомнили во время дискуссии и расследований немецкой газеты «Züttdeutsche Zeitung». Там сообщается, что от коррупции на украинской таможне государство теряет около 4,5 миллиарда евро в год. Под критику в докладе попала также судебная система, которая, цитирую, по-прежнему остается неэффективной, коррумпированной и политизированной. Представители внешнеполитического ведомства ЕС заверили ситуацию, мониторят и стараются на нее повлиять. Что касается наращивания потенциала Верховной Рады, то я вас уверяю, мы ищем пути, как успеть сделать больше до выборов и, конечно же, не останавливаться после. Мы наблюдаем и приветствуем рост в объемах торговли между Евросоюзом и Украиной, а также диверсификацию украинского экспорта в ЕС. Регулирование торговли между Украиной и ЕС – это оптимальный инструмент для сближения Украины с Евросоюзом. Это пока лишь проект доклада, и депутаты могут вносить правки до 11 сентября. Подумывает добавить выводы касательно вырубки леса, а также организации проведения местных выборов. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.